Здравствуйте! Это новости на Дону в студии Мария Филинкова. Смотрите в выпуске. Свалки, дороги, благоустройство. Губернатор встретился с активом Общероссийского народного фронта. Я бы отметил, что сегодня Народный фронт выполняет особую роль в взаимодействии гражданского общества с органами исполнительной власти регионы. Поле уже щебеночное. На Ростов-арене формируются трибуны и подходы к стадиону, крыша и поляна. В этом году мы должны высадить уже максимально до 10 июня. Знакомьтесь, Лама Яна в ростовском зоопарке родилась Гуанака. Или посвистывай, или там, вот они бегут уже. Как ансамбль назовете, так ему и выступать. Успеху, например, уже 15 успешных лет. Сразу видно Парижская школа. В музее ИЗО выставлена графика Дали, Шагала, Пикассо и других мастеров. С одной стороны это красота, это акробатика. С другой стороны это ложь, это зло, это клоуны. Сегодня в 10 часов 13 минут с Байконура стартовал космический корабль с экипажем Федор Юрчихин, Россия и Джек Фишер, США. Старт и стыковка с МХС прошли успешно. Экипаж приступил к работе, рассчитанной на 136 суток. Для героя России, Федора Юрчихина, это уже пятый полет. Он 8 раз выходил в открытый космос и отработал там 52 часа. А всего провел на орбите полтора года. В середине февраля летчик-космонавт приезжал в Ростов пообщаться со школьниками и студентами в музее космонавтики. После того визита нашей съемочной группе поступило предложение снять старт на Байконуре. Что мы и сделали и покажем все увиденное своими глазами завтра в новостных выпусках. Единственный спасенный моряк сухогруза, герой арсенала, перевезенный с Темрюка в Ростов. Моториста гражданина Украины забрали в консульство этой страны, а от госпитализации он отказался. Напомню, что сухогруз, вышедший из Азова в Турцию с грузом зерна, вчера ночью затонул в шторм недалеко от Керченского пролива. На борту было 12 человек, 2 россиянина, 9 граждан Украины и 1 гражданин Грузии. Спасли пока только одного. Обнаружили тела трех погибших, россиянина и двух украинцев. Остальных все еще ищут. Несанкционированные свалки, ремонт дорог, благоустройство городов – это лишь часть тем, на которые говорили сегодня активисты Общероссийского народного фронта на встрече с губернатором. Первый раз Василий Голубев встречался с ними 2,5 года назад. Тогда общественники выступали с предложением увеличить срок использования грантов на создание семейной фермы и улучшить закон о медстраховании. Инициативы были реализованы. Проблемы действительно остаются, их немало. Поэтому я бы отметил, что сегодня Народный фронт выполняет особую роль в взаимодействии гражданского общества с органами исполнительной власти региона. И не только исполнительной. Общественники рассказали о работе трех ключевых проектов. Центр мониторинга и благоустройства городской среды, убитые дороги и генеральная уборка. Плохие дороги и незаконные свалки каждый может нанести на специальные карты ОНФ. Металлоконструкции, крыши Ростов-Арены полностью смонтированы. Все железобетонные работы завершены. Заканчивается и укладка щебеночного основания футбольного поля. Сегодня наша съемочная группа проследила за процессом вместе с Сергеем Седашум, впервые приехавшим на объект в качестве зама-губернатора по строительству. Поле, на котором забьют победные голы наши футболисты, уже приобретает форму слоеного пирога. Снизу бетонная плита, заканчивается устройство щебеночного основания. Впереди моддаш дренажный и оросительный систем поля. Сердце данного стадиона – это поле. Безусловно, принципиальная задача в этом году мы должны высадить уже максимально до 10 июня для того, чтобы у нас было зеленое поле к началу игры. Штукатурные работы и монтаж внутренних инженерных сетей также вышли на финишную прямую. Уже появились первые кресла для зрителей. Они, кстати, будут в синих и красных цветах донского флага. Сейчас здесь одновременно работает 1200 человек и более 70 единиц техники. Сейчас ведутся работы по внутри облагораживанию стадиона. Это установка, соответственно, дверей, окон, лифтового оборудования. Ведется работа активно. До 1 ноября планируется завершить благоустройство западного, восточного и южного подходов к стадиону. Зона вокруг Ростов-Арены должна стать не только спортивной, но и комфортной для отдыха. На это потратят более миллиарда рублей. У нас на сегодняшний день пляжная территория в окружении готовится. У нас готовятся сегодня городские леса и земельные участки Левого берега, муниципальные земельные участки. Но удобство нашего стадиона еще и в том, что с любого места на трибунах матч будет виден без помех. Елена Ребжанова, Юрий Бабенко, Дон-24, Ростов-на-Дону. Еще четыре предприятия Ростовской области войдут в ассоциацию «Росагромаш». Это производители культиваторов, автобетоновозов, прицепов и цистерн-полуприцепов. Об этом объявлено сегодня на конференции «Росагромаша», целый день проходивший на заводе «Россельмаш». До сегодняшнего дня в ассоциацию входило 125 компаний, а через два года она планирует расшириться до 300 участников. Сегодня, например, приняли сразу полсотни новичков. Принято решение после консультации с коллегами расширить ассоциацию и включить в нее производителей дорожно-строительной техники, оборудования для пищепереработки, ну и других смежных отраслей, производителей вездеходов, производителей наземного оборудования для аэродромов, ну и другие такие вот отрасли. На встрече говорили о проблемах отраслей, высказывали предложения в адрес руководства страны и области. Это регулирование цен на сырье, льготы для инвесторов, субсидии для производителей. Не забыли и об импортозамещении. Тема актуальна, значит, и совсем недавно мы отчитывались на высоком уровне. В частности, если мы говорим о РСИЛЬМАШе и тех предприятиях, которые способствуют развитию этого предприятия, это целая программа, которая отрабатывается и довольно успешно. РОСАГРОМАШ – это Российская ассоциация производителей сельхозтехники, которая объединяет сельхозпроизводителей для защиты их в органах государственной власти. Южному таможенному управлению сегодня исполнилось 25 лет. Приказ о создании ведомства был подписан 20 апреля 1992 года. Торжественное собрание, посвященное юбилею, провели в Ростовском музтеатре. Первый замглавы региона вручил знаки губернатора за родную службу полковникам таможенной службы Игорю Иванче, Виталию Эбелю и Игорю Могильченко. Очень важная и необходимая служба, которая делает все возможное и необходимое в этих непростых условиях для пополнения доходной части бюджета как федерального, так и областного. Хочу сотрудникам, их семьям пожелать добра, мира и благополучия. Приграничная Ростовская область стала после распада Союза. На тот момент в регионе было всего 4 пункта пропуска. На сегодня сформировано 22 таможенных поста. За последние 5 лет Южное таможенное управление перечислило в федеральную казну больше 700 миллиардов рублей. О внедрении новых таможенных технологий говорили на ежегодной конференции «Внешнеторговый потенциал Юга России». На сегодня у нас 100% декларации подаются приниматься в электронном виде. Это вопросы автоматической регистрации и выпуска декларации. Вопросы предварительного информирования. Вопросы удаленного выпуска и работы центров электронного декларирования. Сервисы, уплаты платежей, личный кабинет участников нет. Таможенники наградили ведущих южно-российских участников внешнеэкономической деятельности. В номинации «Лучший импортер Юга России» второе место присуждено группе «Агроком». А лучшим экспортером Юга России признан «Астон». Отметили и работу средств массовой информации. Телеканал «Дон-24» удостоен диплома ведущего СМИ по освещению деятельности таможенных органов ЮТУ. Анна Туполева, Галина Горлова, Дмитрий Романченко, Андрей Токарев, Дон-24, Ростов-на-Дону. Новый праздник знакомства появился у донских студентов. Во время первой межнациональной встречи «Мы едины» они рассказали друг другу об особенностях культур, станцевали народные танцы и угостились национальными блюдами. Дагестанская лесгинка, армянские и русские народные танцы. Так и знакомятся донские студенты. Адактивная чеченская одежда – это бурка, это плащ, который защищает всадника от пыли, снега и ветра. Устроить межнациональную встречу – идея самих ребят. Ведь, как рассказывает Катерина Сташкевич, уже второй курс они учатся вместе. Но по-настоящему все еще не сблизились. Мы живем, общаемся на одной земле с другими нациями. Очень стало интересно, как они выросли, какие у них традиции, какие у них правила. Также мы на парах, бывает, даже сидим, не понимаем, о чем разговаривает. И, наоборот, такой интерес проявляется. После танца национальная кухня – застолье лучший способ для знакомства и общения. Самое распространенное у нас в Дагестане – это хинкан, чаду и сладость, пахлава. Айтен, или как ее зовут по-русски Ася, рассказывает, чем принято угощать в Дагестане. Семья переехала в Ростов, когда она была еще маленькой. Но блюда на столе с тех пор не изменились. Хинкан делали после свадьбы, например, когда девушку привозят домой. Вечером приходят друзья, жениха, и она приготовит им хинкан. Есть те, которые прямо на свадьбе, в свадебном платье привозят домой, и они прямо там делают хинкан. На русском столе ароматный чай с блинами и кулебякой. Предложение студентов установить в календаре праздника в такой день для знакомства услышали представители учебных заведений и, не раздумывая, согласились. И сегодня мы присутствуем на акции, тоже межнациональной, где наши диаспоры покажут свою культуру, свое кулинарное искусство, свои возможности представить вот те национальные традиции, которые они бережно сохраняют. На первом межнациональном празднике представлены всего пять национальностей, 150-х живущих на Дону. Русские, армяне, грузины, дагестанцы и чеченцы. Как поясняют организаторы, времени на подготовку было мало, но в этом году они планируют провести еще несколько таких встреч. Инна Панфилова, Андрей Токарев, Дон-24, Ростов-на-Дону. Смотрите дальше в выпуске. Знакомьтесь, Лама Яна. В ростовском зоопарке родилась Гуанака. Или посвистываю, или там, вот так, веришь, и вот они бегут уже. Как ансамбль назовете, так ему и выступать. Успеху, например, уже 15 успешных лет. Ведь я тебя еще сильнее люблю. Сразу видно парижская школа. В музее ИЗО выставлена графика Дали, Шагала, Пикассо и других мастеров. С одной стороны, это красота, это акробатика. С другой стороны, это ложь, это зло, это клоуны. 90 лет. Такой громкий юбилей у ветерана-связиста. В 41-м Александра Воронкова жила в Слободе, которая оказалась на линии МИУС-фронта. А через два года ушла на фронт и поддержала линию огня линиями связи. Александра Федоровна Воронкова – ветеран из КЖД. Там прошли долгие, уже мирные трудовые годы. Обычно она непременно приезжала на праздничные встречи накануне 9 мая, но сейчас не здоровится, так что принимает гостей. И в преддверии Великого Праздника Победы мы пришли вас поздравить. Это как всегда, стол накрываем. Включаю вам белые розы. Спасибо. Это символ любви. Гости дарят книгу, где в числе других есть и ее фронтовая повесть. Встречу за праздничным столом фронтовичка продолжает, уже надев ордена и вспоминая военную юность. Как только случился прорыв МИУС фронта в 43-м, пошла воевать связистам. Нас в военкомат вызвал всех комсомольцев. Девчата, ну как вы, мы только на фронт, мы здесь не остаемся. Значит, в этом военкомате были вот эти курсы. И как раз, и говорит, Мариуполь, поедете? Ну, поедем, конечно. И все мы вот то собрали, 10 человек и поехали. Курсы были ускорены, всего месяц. Потом попала в 10-й отдельный восстановительный батальон связи. Связисты шли следом за линией фронта и тянули провода. В руках кусачки и кошки для лазанья по столбам. Так сразу нас на фронт. И я попала на Украину. Вот как раз я попала, где танки стояли, этого нашего Жукова и Леонова. Как раз я там проводку делала на столбу. Ему это и срочно надо было где-то звонить. Александра Воронкова получила за свою службу орден Отечественной войны первой степени. А на вопрос, за какой подвиг его дали, отвечает с улыбкой. Не смотря, что вот так бомбили, а я все равно лезла и все делала. Это ж редкость найдется, чтобы человек пошел в огонь и в воду. А я везде бегала, не боялась ничего. Галина Белоусова, Сергей Вишняков, Дон-24, Ростов-на-Дону. Лама Яна живет теперь в ростовском зоопарке. Малышка Гуанака родилась месяц назад. За это время выросла почти в два раза и уже пробует питаться по-взрослому. Имя Яна новорожденной дали, потому что в этом году в зоопарке всех детенышей называют на «я». Только слоненку и коль сделали исключение в год экологии. Отец маленькой ламы – принц. Приехал из Калининграда в 2007-м. Мать – Фиби, местная. Хотя животные на свои имена не откликаются, только принц и то иногда. Я их чисто приучил, или посвистываю, или вот они бегут уже, чисто позывной, что пара, свой пришел, еда. Едят Гуанака траву, кору, листья, корни, овощи. А траву, что растет в вольере, не трогают. Достаточно того, чем кормят. Малышка тоже понемногу пробует взрослый рацион, хотя молоко ей пить еще полгода. Гуанаки очень быстро растут. Буквально через 4-5 месяцев она будет с ростом взрослого животного. Малышка постоянно бегает за мамой и познает мир. Принц тоже с ними. Хотя обычно самцы обижают самок и их держат в отдельных вольерах. Но этот оказался настоящим принцем. К людям Яна уже привыкла, воспринимает почти как своих. Гуанака, как и все травоядные, днем устраивают себе такой тихий час, что могут и напугать. Посетители начинают бить тревогу. Звонят в руководство, у вас там то лошади умерли, то ослики, то лабы, трупы. Просто они отдыхают и не надо их беспокоить. Особенно после обеда, допустим, в 2 часа, когда солнышко, они хорошо не наелись, на травке легли и все. И отдыхают. Защищаются гуанака плевками. Из семейства верблюдовых все-таки. Могут и укусить. А мощно легаться с таким маленьким весом сложно. Малышка пока просто прячется за маму. В природе для гуанака главное простор для прыжков. А холод их, кстати, не пугает. И специальных зимних квартир не требуется. Евгения Слинкина, Юрий Санкин, Дон-24, Ростов-на-Дону. Успеху уже 15 лет. Юбилей празднует самодеятельный вокальный ансамбль «Ргупса». Название себя оправдало. Были победы на международных конкурсах, больше тысячи концертов, выступления на главных российских сценах. Творческая программа «Ретро-поезда» ко Дню Победы тоже дело ансамбля. На дни рождения успеха побывала и наша съемочная группа. Ноктюрн Арно Бабаджаняна, любимую песню руководителя ансамбля, исполнил солист одного из первых составов. Ведь именно они – гордость успеха. Николай Сорокин с успехом уже 13 лет и благодаря ему кардинально скорректировал профессию. После «Ргупса» поступил в колледж искусств, а сейчас учится в Ростовской консерватории, чтобы петь профессионально. Я пришел и вообще в ноту не попадал, было очень сложно. Обычно все говорят, у нас душа поет в ванне и в душе. Это с этого всего начинается на самом деле. Ванна, душ, успех и вперед. У ансамбля было уже шесть выпусков. Некоторые выпускники университета не могут уйти и продолжают петь с успехом. А это новый молодой состав – более 40 человек. На юбилее впервые исполнили армянскую песню. Не зная языка и даже толком перевода смогли передать всю грусть этой песни. Песня об Армении как о родине. Учили ее с транскрипцией, которую написала руководитель ансамбля Ася Компаниц. Она создала этот коллектив и прозвала школой патриотического воспитания. Вокалисты исполняют и военную, и национальную музыку под девизом «Любить родину как жизнь». За 15 лет коллектив выступал на самых больших государственных сценах – в Кремлевском дворце, колонны зал Дома Союза, в Театре Российской Армии, на Славянском базаре. Сейчас, да, коллектив уже разрос. Есть и хореограф у коллектива, есть и вокалисты, и хормейстеры. Очень много специалистов, которые уже работают с коллективом. Но в начале была одна я. В день рождения выступали не только именинники. Поздравить юбиляров пришли друзья, другие творческие коллективы. Любимую свою песню «Выйду ночью в поле с конем» коллектив на юбилей не исполнил. Решили показать самые сложные композиции. И, конечно, железнодорожное попури. Ргупс все-таки. Дали, Пикассо, Шагал, Матис и еще несколько десятков великих, выдающихся, известных художников собрались в Ростове. И готовы поспорить, кто лучший мастер подлинниками своих работ. В областном музее изобразительных искусств открылась выставка графики «Шедевры мастеров Парижской школы». Эйфелева башни, Елисейские поля и набережная Сены – столица Франции, узнаваема во всех техниках и стилях. Они говорят на языке графики и утрело Иван Донген. Мон Пари – один из блоков обширной выставки мастеров Парижской школы. Парижская школа – это явление, которое протекало на предыдении всего XX века. Включают в себя абсолютно разных художников, которые по течению обстоятельств и времени наводнили Париж в XX веке, создавали некие артистические коммуны, делились знаниями, умениями, черпали вдохновение друг у друга, при этом оставаясь родначальниками разных стилей. Приезжие Дали Пикассо и Шагал со своей энергией стали неотъемлемой частью эпохи, продолжает рассказ куратор выставки «Племянник» известного коллекционера Марка Башмакова. Все работы, а их более ста, экспонировались в Эрмитаже. Никаких репродукций, только оригиналы. «Я думаю, каждый зритель найдет то, что ему по душе. Выставка очень яркая, очень интересная. Я хочу сказать, что это действительно событие для Ростова». Темы у выставки нет. Здесь и работы русских мастеров, и мир природы, и книжные иллюстрации, и цирк. К этому виду искусства были неравнодушны многие художники. «С одной стороны, это красота, это акробатика. С другой стороны, это ложь, это зло, это клоуны. То есть, вот эти вот грани очень влекли всегда художников. И поэтому, повторюсь, и Матис, и Пикассо, и многие другие очень много работали по цирку». Ростов стал третьим городом, где собрались великие имена после Питера и Краснодара. Отправиться ли дальше, организаторы пока не знают. Посмотрят, как на нее отреагируют дончане. Анастасия Натальевич, Виктория Щетинина, Руслан Хамчеев, ДОН-24, Ростов-на-Дону. На сегодня у меня все. Еще больше новостей на сайте don24.ru. В студии была Мария Филинкова. До встречи. Одежда ведущим предоставлена магазином модной женской одежды Сержинетти.